здравствуйте на портале экзегет мы продолжим беседы о важнейших моментах смыслах книг ветхого завета стоит особенно обратить внимание на особенности мистического опыта ветхозаветного иудейства самым священным сверхъестественным элементом религиозных понятий древнего израиля является идея присутствия бога среди его народа это истина не однажды повторяется я буду вашим богом и вы будете моим народом такое обращение к израилю постоянно священное писание начинают снеги бытия вот несколько примеров бытие глава 17 бог говорит в раму и поставили завет мой между мною и тобою и между потомками твоими после тебя в рода их завет вечный важно что это личное обращение бога человеку и тогда когда присутствие бога невидимо и тогда когда бог обращен к человеку лицом к лицу это обращение я к ты обращение личности к личности присутствие друг перед другом или книги исход и буду обитать среди сынов израилевых и буду им богом или книги левит я господь выбивший вас из земли египетской чтобы быть вашим богом и так будьте святы ибо я свят вот совершенно важно что самого начала истории избранного народа указана ее цель этой истории чтобы бог был среди народа народу предназначено знать бога отсюда заповедь о святости избранности для бога святость это избранность для бога или опять книги левит и буду ходить среди вас и буду вашим богом и вы будете моим народом на это ближайшее присутствие бога человек может и не ответить жить так как будто богу и нет рядом если человек сам ходит перед богом то есть не теряет его из виду постоянно знает его вернее переживает его присутствие то оказывается человек уже не во временном но в вечном бытие как енох об инохе сказано книги бытия и ходил енох пред богом и не стало его потому что взял бог его то есть енох не знал смерти был принят божественную жизнь не познав смерть этими этим то есть этим словам священного писания в самом начале его вторит слова заключительных страницах книги апокалипсиса подкровение 21 главе побеждающий наследует все и буду ему богом и он будет моим сыном вот кого цель и смысл и чем оправдана все события священной истории почему она и священна наследование царство небесное выдается усилием как об этом нам нужно говорится в евангелии а усилие начинается с выхода из египетского плена инициатива спасения из рабства подлежит богу труд этого обретения спасения человеку труд выражается в странствовании земле обетованной и бог представляется присутствующим в израиле как странник как говорит клубу и и книги ветхий совет евангелия бог представляется присутствующим в израиле как странник чуждой этой земле и тем не менее самым реальным образом близкий своим людям как их спутник присутствие бога среди народа именуется шокиной от глагола означающим по-еврейски обитать под шатрум апостолом богослов скажет о воплощенном слове божием так слово стало плотью и обитала с нами и так вот буквально перевод будет начать было с нами вместе под шатрум присутствовала в скине и сам господь говорит где двое ли трое сворутся в имя мое там я посреди них то есть именно о своем присутствии постоянно напоминает бог и ветхом и в новом завете с этим понятием связано религиозно знающимое другое понятие премудрость в начале но относилась к умению управлять людьми потому что к эти книги премудрости как некоторые компиляции из более древних восточных текстов возникших в древних царствах это было такие наставления для управленцев так скажем чиновников при царском дворе или выписки о нашите основах житейского опыта вот таковы были первые так сказать тексты именуемые премудрости но конечном счете царская власть не удержалась в израиле казалось бы это было как катастрофы для всего народа а нет и катастрофы а таким катарсисом такой такой перемены когда уже не царская власть а божье присутствие божественная воля и божественное управы управление своим народом так сказать бог как вовсе целого народа стал узнаваем израиль израилем и вот тогда премудрость стала значить совсем другое действия бога среди людей а приобщение к премудрости тоже них житейским каким-то ценностям приобщения а приобщение к века боговидению и начинается она со страха божия основное содержание наставлений из получения мудрецов учителей премудрости содержится в книге экклезиаст и при неизбежном для чистой человеческой мудрости скептицизме этой книге ну как все суета суета как помните говорит экзиаст автор не заключают книгу с ее такими словами уже не скептическими бойся бога и за приведи его соблюдай потому что в этом все для человека той человек обретет полноду бытия надо только вот последовать за ним или терять его по выражению луи буе в книге его мы видим премудрость критикующую себя саму с такой глубиной которая означает величайший шаг вперед даже по сравнению с религией пророков изначальный опыт израиля выраженные словах мудрых стоял на том что верностью ягве благоденствие обеспечивается но история иова опровергает это действительно мы с вами говорили о книге его и о страданиях которые он переносит и он ищет правды но премудрость который владеют его друзья ничего ему не говорит или не удовлетворяет его искание страдание поражает его тем сильнее чем меньше в нем вины если экклезиаст уже на старости лет умудренный опытом уставший жить говорит просто сомневается в том стоит ли жить скепсис старца так вот иов он вопит погибли день в которой я родился это не то чтобы он разочаровывается он ищет он предан верующий человек и он поддерживал веру свою все будусти которая человека доступна он хранил страх божий и теперь он хочет премудрости божий мы недостаточно умудренности как экклезиаст друзья же его стоят на том традиционном учении и подозревают что он просто плохо соблюдал это учение раз подвержен наказанию от бога на спали напрасно оспаривая друзей и убеждается что немудрые мира сего могут ему открыть истину и хотя казалось бы иов обвиняет бога в бесчувствии он на него же и всецело надеется процитируем еще раз слова его я знаю искупить или мой жив и он последний день его оставит из праха распадающуюся кожу мою и я воплотил узлю бога моего я узор его сам мои глаза не глаза другого увидят его и стаивает сердце моего гулять и моей вот что обещает богу утешения не глубина мудрости и не удовлетворение рассудка но жажда сердца не перестающего верить богу и даже и в страдании это жажда он знает будет утолена в отличие от всех религий вера израиля имеет основанием любовь к богу это первая заповедь и через нее сердце познает больше чем разум своей мудростью потому и уж и не получают ответа выраженного словами но узнает неизмеримо больше чем дерзал знать он не о смысле каких-то событий узнает не о промысле бога он узнает а у самого бога узнает лицом к лицу вот что на самом деле для чего человек предназначен и к чему ведет весь израиль его историю и сама премудрость воплощается богочеловеческой личностью иисуса христа для встречи с нею лицом к лицу как исповедует церковь читая приме из книги премудрости на богородичные праздники когда мы говорим премудрость создать себе дом и под домом премудрости подразумеваем и богородицу вмещающую себя как это не чудно странно непостижимо жизнь бога человек откуда в принципе может возникнуть жажда встречи так неистово выраженная и вам она ведь далека от опыта который может дать любая другая религия представление о богах в области которых стихии мира и жизнь природы такое представление исключает внимание божества к человеку как к личности здесь возможно только зависимость от божественной силы или использование и магическим каким-то способом более утонченные представления о божественном мире как мире идей например в платонизме тоже исключают возможность заинтересованного отношения безличного первоначала в человеке понимание видимого мира как неизбежно греховного падшего несовершенного как сквозь на скажем буддизму она указывает путь лишь к отрешению от личностного бытия мистические учения и практики большого всех этих религиях ведут к поглощению большинства человеком или человека большинством так что не свобода не реальность человеческой личности им неведомо тем мистическим практику скорее наоборот там отрешение от самого себя в этих каких-то скажем аргиастических обрядах них невозможна надежда его мои глаза не глаза другого узрят его в религии основали на откровении бога о себе саму какова религия израиля человек узнает что его подлинное неискаженная катастрофы и грехопадения состояние быть пред богом лицом к лицу берите его без изумления страха как выражается любые внутренняя память то есть тоска которая и напоминает у реальности рая утраченного но желанного это внутренняя память она вот выражается такими словами иова и стаивает сердце моего мне и так если мистический опыт это встреча человека той человеческой жизни с жизнью божественной то подлинно мистической является только библейская религия откровения ибо человек существует как личность и в откровении человек узнает бога как личность все начинается со встречи лицо которое увидел первый человек как был сотворен как только явился в мир было лицо сына божия творившего мир по воле отца явление бога человеку могло быть в огненном виде например как в раму в виде огня который прошел между половинами рассеченной жертвы или как моисею в огне горящие несгораемые купины или в человекообразном образе ангелов как путников например принявших гостеприимство в рамо а в раме при этом ни секунды не сомневается что видел единого бога это напоминает обетование апокалипсиса все стой стою у двери и стучу если кто услышит голос мой и отвори дверь как в рамо творил войду к нему и буду вечерять с ним и он будет со мною это в третьей главе апокалипсиса вот на этом месте следует остановиться так как созерцание святой троицы каковое созерцание пережил в рам это есть и высшие меры мистического опыта испытанные очень немногими подвижниками христианской церкви ну мы знаем преподобного сергия радоневского преподобного александра свирского ибо не можем сказать что именно и как видели эти святые очистившие свою душу сколько возможно и человеку и которых бог удостоил такого созерцания так вот мы видим что в такой именно на такой то есть высоте боговидения рождается та вера которая навсегда от евроама связала человека с богом православное учение о боговидении особенно проникновенно в этом отношении и интересно как об этом свидетельствуют католические богословы вот что скажем говорит луи буи в книге ветхий совет евангелия он пишет лучше всякого словесного толкования восточная иконография словно высвободила весь заряд чистейшего мистицизма заключенный в этом повествовании и с такой глубиной восприятие библейских данных которые по-видимому благодаря родственности душ свойственно восточным христианам великая рублевская икона в троице сергиевой лавре единственное в своем роде красотой трех чудесных силуэтов собранных вокруг мистического стола в идеальный круг сразу же наводит на мысль он на несравненное присутствие вот такой длинный фразой автор говорит о том что несравненное присутствие божие лучше всяких слов богословских предъявляет нам образ икона дальше автор говорит авраам всегда представлены со всякими прочими красточными подробностями на более ранних изображениях этой темы здесь уже исчез но это от того что с точки зрения русского иконописца авраам в нас его детях народе божием и мы должны принять присутствие божественное присутствие чтобы она господствовал над нами и наполнила нас то есть как бы вот так построил свою икону рублев что мы оказываемся на месте авраама присутствующими в этом созерцании не побоюсь и длинные цитаты из книги другого католического автора антараса мацея на религиозного философа и богослова книга называется агнец божий все единое или соборное переживание религии весьма характерные для восточной церкви особенно появляется концепции святой троицы поэтому для восточных христиан святая троица есть нечто большее нежели только тайны недоступные человеческому разуму она есть и тайна но вместе с тем и источник из которого проистекает особое состояние и в молитве и в творчестве и разы не в этом особенность православия вот так говорит католический богослов прославляя православную способность боговидению действительно мистическое переживание присутствия бога здесь и сейчас составляет суть православной литургии божественной трапезы и тем более стрелять помнить от прописи приготовленный авраамом это еще не евхаристия но предзаменование той трапезы той встречи которые соединит людей с богом во христе рублевской иконы представляет троицу у жертвенника а нас по верному замечанию буе соучастниками святой трапезы и так оказывается что богоявление пережитым отцом всех верующих афрамом то есть кореницы мистический опыт христианской церкви то есть как ветхого так и нового совета нас не должно смущать то что такой житейский реализм свойственен всем изображением ветхозаветных теофаний то есть богоявлений но таких как подробности встречи у маврийского дуба как борьба иакова с ангелом или явление ангела господня родителям самсона маную и его жене ведь все эти подробности лишний раз доказывают реальность подлинность пережитого реальность сверх реального это не снижение мистического опыта напротив при исполнении божественным присутствием человека который не перестает при этом быть самим собой не исчезает где-то не раз не растворяется не в нирвана уходит и не в экстаз будучи самим собой переживает встречу содержание книги иова исключительно важно с точки зрения православного богословия именно потому что свидетельствует о возможности для человека верить бога лицом к лицу или как пишет архимандрит сафронисахаров верить бога как он есть при при этом человек остается человеком а бог богом ведь если мы говорим о встрече встреча двух тождественных объектов то есть субъектов встреча 200 тоже если бы субъектов это не встреча а удвоение одного и того же опыта подлинная встреча это общение двух разных но которым свойственно принципиально и общее той тот и другой личности встреча это узнавание и принятие другого совершенный же образ встречи любовь любовь преодолевает невозможные соединения временного и вечного ограниченного и безграничного и так выражает это пророк давид как лань охотно стремится к источникам вот так душа моя стремится к тебе боже вас жаждала душа моя явиться к богу крепкому живому это 41 псалом я цитировал в переводе юнгерова или в книге его а я знаю искупитель мой жив я воплотим они узрю бога вот о каком внутреннем стремление говорит и давид салмах и иов и все праведники и пророки тут очень важно заметить что для меткозаветные веры несовместимо представление о боге со смертью жива господь это их клятва и это в арабулятором воскресание утверждается что где жизнь там бог где бог там жизнь смерть сущности не имеет смысла как сказано например шестом псалме никто из умерших не вспоминает о тебе а в аду кто исповедует себя так оправдывая давид свою мольбу о помиловании спасения только в жизни человек узнает бога как это отличает ветка советную религию от религии других народов на египтян которые готовились к смерти именно как приобщению к божественной жизни во всех моментах встреча бога с верными ему как правило савраам и аков пророки моисея иса языки и даниил привод преодолевается провозглашенная самим же богом его недоступность тем самым указывается в бывший промысел божий о человеке выход из смерти в жизнь и встреча с богом лицом к лицу совершенное истощение всех благ и самой жизни иова это в сущности образ смерти которая совершается вот этим прямой встречей из него его выходит преисполненное всякого блага новое бытие она начинается с того что иов удостоверяется в истине которой есть не истина с маленькой буквы как ответ на какой-то вопрос а истина есть присутствие самого бога в живой истины и вот именно таково содержание мистических озарений всех ветхозаветных праведников действительно только по-настоящему эта религия содержит наиглубочайший мистический опыт до следующих встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео